США и союзники усилили подготовку к возможной войне за Тайвань ФИД Вооруженные силы США и Японии быстро интегрируют свою командную структуру и расширяют совместные операции, поскольку Вашингтон и его азиатские союзники готовятся к возможному конфликту с Китаем, как война за Тайвань Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Financial Times Генерал-лейтенант Джеймс Бирман, командующий 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты Айайаймиф и морскими силами Японии, отметил, что две армии заметно выросли за последний год По его словам, США и их союзники в Азии копировали основу, позволившую западным странам поддержать сопротивление Украины-России, готовясь к таким сценариям, как китайское вторжение на Тайвань Почему мы добились того уровня успеха, которого добились в Украине? Значительная часть этого произошла потому, что после российской агрессии в 2014 и 2015 годах мы серьезно приступили к подготовке к будущему конфликту, обучение для украинцев, предварительное размещение, поставок, определение мест, из которых мы могли бы осуществлять поддержку, поддерживать операции, сказал он Япония и Филиппины также активизируют оборонное сотрудничество с США перед растущей силой Китая Япония и США намерены обсудить укрепление своего альянса на переговорах по безопасности между министрами иностранных дел и обороны 11 января и саммите между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумия Кисида 13 января в Вашингтоне. Саммит проходит в тот момент, когда Токио начинает радикальное изменение политики безопасности, включающей увеличение расходов на оборону и размещение ракет, способных поражать территорию Китая. Так, ай-яй-яй миф является единственной силой реагирования на кризисные ситуации корпуса морской пехоты, постоянно дислоцирующейся за пределами США. Она действует в радиусе действия китайских ракет средней и большой дальности, посредством которых Пекин стремится ограничить свободу операций США в регионе. Это подразделение находится в центре масштабной реформы корпуса морской пехоты, целью которой является концентрация внимания на борьбе с повстанцами на Ближнем Востоке путем создания небольших подразделений, специализирующихся на быстрых и тайных действиях на островах и в проливах Восточной Азии и западной части Тихого океана, чтобы противостоять стратегии Пекина против доступа к зоне запрета. Бирман отметил, что для реализации этой стратегии, жизненно важной, была более тесная интеграция с союзниками. В серии недавних учений морские пехотинцы впервые создали двусторонние наземные тактические центры координации, они обменивались связями с командными пунктами союзников. Другим признаком углубления сотрудничества является то, что отдельные японские военные подразделения были назначены частью резервных сил наряду с Айайаймиф и подразделениями ВМС и ВВС США. В рамках этих подготовительных мероприятий Филиппины планируют разрешить американским силам разместить оружие и другие запасы еще на пяти базах, в дополнение к пяти, куда США уже имеют доступ. Напомним, китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону ПВО Тайваня. К тому же Япония в течение последних двух недель неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем Леонид Срочные и важные сообщения о войне России против Украины. Читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.